Доброго здоровья! С вами снова я и очередная история. В могучем древнем русском лесу водится много разной нечисти. Вы можете в это не верить, говорить, что это глупые сказочки, но от этого ничего не изменится. Нечисть как была там, так и останется. Просто каждый человек за свою жизнь сталкивается с чем-то необъяснимым. Поэтому говорить о существовании некоторых таких специфических явлений, как призраки, оборотни, черти и прочая нежить, по моему мнению, можно с полной уверенностью. Русский народ просто дал свои имена каждому необъяснимому явлению. Сейчас я расскажу вам одну из самых любимых мною историй, рассказанных мне, бабушкой. В детстве у моей бабули, да и как у всех детей, живущих в деревнях, было любимым занятием ходить в лес по грибы да по ягоды. Чаще всего в лес не ходили по одному, так и моя бабуля. Набирала целую толпу подружек, и вместе они бежали в лес со своими корзинками. Наедятся там досыта ягод, домой насобирают, чтобы мамаши им потом варенье приготовили или компот. Во время одного из таких походов в лес кто-то из ее подружек придумал поиграть в прятки. И, конечно же, никто не подумал о возможных последствиях. С помощью считалочки они определили, кто первым будет водить, и поставили воду лицом к огромному дереву. Когда начался отсчет, моя бабуля мгновенно побежала, куда глаза глядят, даже не оборачиваясь. Березка сменялась за березкой, и вот, наконец, бабушка решила, что место ее вполне устраивает. Присев за большой пенек, стала выжидать. Но, как вы уже, наверное, догадались, никто не приходил искать ее. Даже шорохов не было слышно. Бабуля разволновалась, сорвалась с места и со всех ног побежала туда, где, по ее мнению, должны быть девчонки. Но девчонок нигде не было. Тут началось жалобное ауканье, крики помощи, но никто не отзывался. Надо сказать, бабулька у меня из тех женщин, кто просто так не сдается. Поэтому она стала вспоминать в голове про всякие там приметы. «Туда-то мох повернут, там-то пчериное гнездо, так и брела на незнаком... Так и брела она незнамо сколько времени. В один прекрасный момент дошла моя бабушка до опушки и видит подаль от нее мужичок сидит на тележке, низенький такой, бородатый, волосатый, седой, одежда вся мхом, до травой поросла. Подошла она к этому мужичку и спрашивает. «Дяденька, подскажите, как тут на дорогу к деревне-то выйти?» На что мужичок ей отвечает. «А зачем тебе в деревню-то возвращаться? Я тебя специально сюда к себе привел. Скучно мне, понимаешь? Пора завлечься, мне хочется. Вот отпущу я тебя. И что? Какая мне с этого выгода? А так я могу с тобой хоть вечно играться. Будешь у меня всю жизнь по лесу мотаться. Как я уже и говорил, бабуля моя была не слабого десятка. Взяла камень, да и кинула в наглого мужичка со словами «Не отпустишь, я тебе тут весь лес пожгу». В этот же миг исчез мужик, растворился. испугался, испугался, видимо, за хозяйство свое. Через пару часов голодная бабуля, подпитывающаяся только ягодками, которых, как назло, становилось на пути все меньше и меньше, нашла все-таки дорожку домой. В деревне ее со слезами встретила мать. Отец с ремнем, но бить не стал. Бабушка, досадо наевшись, рассказала им эту историю. на что мать перекрестилась, а отец забился долгим смехом. Олеший-то в последнее время забаловался у нас. На прошлой неделе говорили, что Маруська из 39-го дома с каким-то парнем молодым в лесу повстречалась. Сдается мне, не просто повстречалась она, а залегли под кустиками где-нибудь, а этот парень потом хлоп и растворился. Как и не было никого. Леший-то кто же еще? Его проделочки. На этом история завершается. и возможно у вас уже начались вопросы что же это, кто, как, почему, поскольку я эту историю нашел, вопросов не было подготовлено. А у некоторых из вас, особо мудрых, начались уже ответы, начались видения, начались версии, проекции, представления о том, что же это было, как это понимать, и кто это такой, что за случаи там у них странные в лесу со встречами лиц мужского пола. Кто это такие, откуда они, где живут, как живут? почему в одном случае в первом мужичок был бородатый, волосатый, даже одежда казалась была покрыта мхом и травой, седой, а в другом случае парень молодой, красивый, идеальный, и разный исход обоих случаев. Если у вас есть вопросы, смелее пишите их под этим видео, но если у вас есть свои версии, еще смелее пишите их. Они интересны не только мне, а всем тем, у кого будут вопросы. Возможно, на некоторые вопросы вы ответите. тем, кто их задает. Но не бойтесь ошибаться, так вы тренируетесь, так вы учитесь на ходу. И если будут интересные вопросы, тем более версии, и тем более за них проголосует большое количество людей, есть вероятность, что я зачитаю через видео или отвечу на вопросы, если за них будет много голосов. Истории относительно просты и что там произошло, конечно, для некоторых из вас возможно легко будет угадать, увидеть, рассказать. Но не для всех. Это нормально. Смелее. здесь я думаю завершить видео. Если у вас появятся новые истории и новые вопросы, пишите смелее. И тогда, возможно, вы услышите на них ответы или они прозвучат для всех тех, кто выберет и выбирает эти видео. и мой канал. Поэтому, если вам интересно слушать продолжения или новые и новые истории, а также иногда ответы на вопросы, можете подписаться на мой канал и также под каждой историей ставить значки понравилось или не понравилось, и так я буду понимать, что стоит рассказывать, на что отвечать, что вам интересно. На этом все. До следующих встреч!